здравствуйте дорогие друзья уважаемые подписчики давайте представим что этот белый лист это мебельный столярный щит и представим что его размеры ну допустим метр двадцать на 70 и нам нужно допустим сделать два ровных реза чтобы получилась вот такая деталь соответственно каретку для циркулярки такой щит не влезет и единственным правильным решением будет его отпилить погружной или ручной циркуляркой по направляющей направляющая может быть как фабричная направляющая шина также какой-либо ровный упор фирменная направляющая шина для циркулярной пилы стоит почти как сама пила тем не менее устройство является очень важным когда она применяется можно ли обойтись без него можно ли чем-то заменить изготовить собственноручно направляющая для циркулярной пилы дает определенные преимущества во время работы давным-давно я изготавливал себе вот такую направляющую то есть соответственно пила ставится подошвой сюда здесь пильный диск и вот эта рейка является упорной а надо она должна быть ровной соответственно чтобы производить ровный рез минус такой самодельной направляющей теряется глубина реза в соответствии с толщиной самой направляющей дабы избежать потери глубины реза соответственно сама подошва должна двигаться по отрезаемую изделию а сбоку находиться упор как правило этот упор следует устанавливать равно удаленным линии реза вот на это расстояние то есть от края подошвы до режущего зуба пильного диска это не всегда удобно так как приходится постоянно вымерять поэтому сегодня я буду делать так сказать альтернативу направляющие шины без потери глубины реза и также не заморачиваясь с вымерением вот этого расстояния материалом для изготовления будет фанера и вот такие рояльные петли от цельного листа фанеры нужно отрезать полосу шириной равному от края подошвы до режущего зуба лучше примерять на нескольких зубе потому что диск может быть неровный ровно 10 сантиметров и также отрежем вторую полосу произвольно но намного шире подошвы сделаем ее допустим 22 сантиметра 10 сантиметров будем отмерять от того края который был выполнен в заводских условиях потому что все листовые эти материалы выпиливаются на формат на раскроечных станках но они максимально ровные проверить прямолинейность краев фанеры можно очень легко соответственно прикладываем две полосы фанеры смотрим чтобы практически не было зазора если был то он везде одинаков также берем переворачиваем и размещаем две кромки они быть должны быть на одной линии если все так значит кромки фанеры ровные можно собирать дальше длина листа фанеры было 1520 миллиметров такая длина направляющей шины мне не нужна я ее обрежу до 1200 миллиметров магазине одной длины не оказалось поэтому я буду соединять с помощью четырех прикрепление рояльных петен нужно соблюдать одно условие чтобы две фанеры были плотно друг другу прижаты очень важный момент с которым я столкнулся толщина фанеры должна быть больше толщины вот этого бортика самой подошвы у меня она почти 12 миллиметров если быть точным 11 5 а фанера была десятка соответственно бортик упирался выпирающие петли пришло надрастить фанеры четверкой сейчас в итоге она 14 миллиметров составляет промазал клеем и тут же стянул саморезами направляющая готова давайте попробуем ее в работе правил на фанеры линии реза откидываем эту деталь на направляющей и совмещаем ее линии реза далее закрепляем струбциной откидываем и производим рез пильный диск старенький поэтому на фанере дает рваные волокна у нас рез произошел строго по линии вот принципе в чем смысл вот этой направляющей вот так буквально за короткий промежуток времени можно сделать полезное приспособление смысл которого является делать прямолинейные резы ручной циркуляркой без потери глубины резания и также не теряя времени на разметку друзья надеюсь моё видео было вам полезным я с вами ненадолго прощаюсь до скорой встречи